Диляра, здравствуйте! Во-первых, рады вас видеть в Ишкороле. Особенно приятно, что именно с нашего города вы начали гастрольный тур и презентацию нового альбома «Без суеты». А вы и ваша команда мураками суетливы или у вас все разложено по полочкам, вы всегда спокойны, как у давы? Конечно, мы суетливы. И, наверное, поэтому и альбом назвали «Без суеты», для того, чтобы напоминать себе самим о том, что нужно жить без суеты, а о том, что если ты хочешь делать хорошую музыку, ты должен быть менее суетлив. До рассвета нам осталось ровно в 364 дня. Ничего не поменялось. Завтра будет точно так же, как вчера. Вы родились в Санкт-Петербурге, культурной столице, выросли в Казани, спортивной столице. Что скажете о столице Мариэл? Знаете, недавно, совсем недавно разговаривала с ребятами, ну, мы часто там собираемся, беседуем над тем, чтобы увидишь, с чем познакомиться, что посмотреть. И я абсолютно случайным образом узнала, что они не были в Ишкарале. И, в принципе, меня спросили, ну, какие города поблизости есть, которые ты порекомендуешь? Я говорю, ребят, вы в Ишкарале не были, о чем вы говорите? Потому что первый город, который необходимо посетить, если ты живешь в Казани, там, да, соответственно, недалеко, ну, подумаешь, тут немножко совсем проехать, это Ишкарала, конечно. Потому что, безусловно, красота, я не знаю, улицы церкви, люди, ну, там все, вот, и творчество ваше народное, да, имею в виду, и сувениры. Я говорю, ешкин кот, и, я говорю, даже здесь я в Планетарий ваш маленький такой местный сходила, да, и музей. Я здесь, я действительно люблю город Ишкарала. Хлопьями воздухом манит дорога, голоса нет, аллергия, немногого надо, поцелуй от помады. Вспоминая вашу популярную песню, она называется «Нулевой километр», мне кажется, что для каждого человека такая точка отсчета – это разный этап жизни. Для кого-то это свадьба, рождение ребенка, для вас «Нулевой километр» – это что? Если говорить о матери, да, то мой «Нулевой километр» – это моя дочь. Если говорить о, не знаю, о картинах, то тоже у меня есть там своя картина, которую я первая написала, и поэтому она для меня там важна. То же самое о фильмах, но это можно долго жить, философствовать. Мой «Нулевой километр» пожирает сентябрьский полдень, по колесам играет оркестры, камень за камнем, камень за камнем. Группе «Мураками» уже 10 лет, радиостанции «Блиц-ФМ» чуть больше 5. Примечательно, что на частоте 105,5 сегодня звучат песни тех групп, которые еще только зарождаются, только еще пытаются выйти на небосклон, на звездный небосклон. На ваш взгляд, как нужно, что нужно делать для того, чтобы занять свою нишу в шоу-бизнесе? Это плодотворный труд и работа. Удача играет какую-то роль? Да, конечно. Когда ты трудишься, трудишься, и это никому не надо, и никто не может это услышать, то тут очень важно, какой ты человек, какой ты несешь энергию со сцены и по жизни. То есть ты должен конкретно знать, чего ты хочешь, как ты хочешь, почему ты этого хочешь. Группа «Мураками» постоянно участник фестиваля «Нашествия», когда много народу, большая сцена, софиты. Вечеринки Блиц-ФМ – это более камерный, более домашний формат, где вам уютнее, где вам проще выступать. Это абсолютно разная атмосфера, разные эмоции, разная энергия. Когда это огромное количество людей, они ждут у тебя какого-то шоу, звукового, то это одно. А когда ты приезжаешь в более камерное пространство, они хотят как можно ближе быть к тебе и говорить с тобой на одном языке. Дорогой Блиц-ФМ, мы группа «Мураками» желаем тебе, конечно, хорошей музыки, отличного настроения и чтобы было как можно больше радиослушателей. Диляра, спасибо большое за интервью и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин